добрая прохладная всем пол седьмого утра 6 сентября и тут был и от я тут небе поселок небе вот вот так вот мы тут и ночевали такой дружной компанией еще вот парни подъехали я уже спал от этой т.к. вольвочка подъехала ринушка ты т.к. совсем мурзатый кое ощущение что он туда-сюда катается тут по этим местам так ну вроде как у нас сюда по количеству топлива по датчику все тут в порядке колеса тоже все в порядке там вот тоже парни стоят тебе сразу подъехал потом сюда переехал мне тут как-то больше понравилось фонарики эти светились кафе магазин закрыты они с 10 утра магазин до 11 кафе до 9 все хорошо только вот этот тут тетушка какая а вот это вот она всю ночь что чуду все кричала желез железяки эти маневрируют туда-сюда туда-сюда и она там что-то горла нет горла и тел горла нет непонятно но горла нет вот ну вроде как наверно день будет нормальный сейчас 0 градусов свежо вот а вот коллега видите с утра у него будет работенка где-то он чего-то себе загнал колесико утро у него начнется не с кофе но если из кофе то потом с физической разбинки пойдем самовар ставить как свежо ставить самовар туда-сюда и часика с пол восьмого начнем пытаться дозваниваться потому что автотрейдинг решил поехать правильно наверно магистральный идет скорее все потому что я чего-то звонил здесь сюда приехал еще раз попробовал позвонить клиенту он вообще телефон отключил не трогайте меня воскресенье называется хорошо утро начинается сейчас сегодня самое главное чтобы у нас сегодня разгрузили что братцы не могу я дозвониться на него не в сети контактный телефон вчера он был трубку не снимал а потом вообще стал не в сети я не знаю в общем без 29 уже попробую сейчас по этому адресу потому что у меня это тренки этот адрес вписан школьный а3 может там что-нибудь строится на этой школьные 3 не знаю что делать сейчас попробую туда проехать я не думаю что здесь сейчас посмотрим не через два километра влево сворачивать якобы через 500 метров я приехал глянем что-то если можно заедем если нет что я не знаю то что делать звонить в москву чтобы поднимали экспедитора так а смысл какой без 24 утра что в москве так долго по телефону разговаривать я стоял на стоянке девчонка откуда-то из леса вышла может там домашины и пошла слышала по телефону говорила его часть уже сколько проехали и и догнали она все равно тут по телефону разговаривать коллега на бензовозе ки от которой колеса к скучно смотрю с подкачкой она решил может накачать интернета здесь нет 2g показывает да действительно только билайн но он такой даже сообщение еле-еле с трудом пролетает это крутится там часами тоже товарищ наш недоступен вот это меня совсем не рад просто как бы боюсь что я туда сейчас не приехал а там машин 30 впереди меня машин много пошло с такой тайной мыслью что они все ушли на магистральный потому что там магистральном там по двое суток пацаны железо не бить киринск стать вот мне сюда в мою деревню ехать киринска потом еще 40 километров на следующем повороте поверните давайте пробуем поворачиваем на лево на следующем повороте поверните на лево интересно сколько здесь до киринска километра я сейчас пробью по гугл картам пробить не получится попробую по навигации пробить сколько мне дать домовой киринска здесь ехать может ломанем туда на загрузку это уже киринский район может здесь до киринска и недалеко вот через 300 метров моя школьная вот сюда ли мне или не сюда я понятия не имею что-то я тут никакой стройки я здесь не наблюдаю ну и как я и предполагал все обычная улица и все все вот сюда направо вот в этот вот куда здесь какие-то кабеля здесь он справа какие-то кабеля катушки ну что там там есть такое пойду-ка я разузнаю все мы выяснили вот сейчас налево мне сейчас как раз я к машине возвращался дядька такой-то справа стала приятливой такой сынку говорит тебе влево это и как раз смотрю питерские номера я подхожу к машине петельские номера едет легковая говорит строй проект я говорю да давайте документы вот мне куда-то вот сюда и что а куда дальше учили а вон этот дастерс вот как раз он ой 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 короче вот вообще отлично нет интересно камазе кто-то приехал или нет но я его не вижу сейчас скажу что делать может скажу встать может скажут заезжать вот тут кучу попать тут кольцем у а сказали прижмись позовем на погрузку на выгрузку пацаны на погрузку стоят и себе я знал я бы сюда конечно и приехал сразу же я говорю выгрузимся сегодня попробуем я груннее не надо попробуем надо говорю в обязательном порядке мы пока прижимаемся пойдем ремешки развязывать нам сейчас есть чем заняться там столько всего столько всего нагружено это не свозят 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 со всей россии наверно может быть наш коллега уже здесь разгрузился не знаю посмотрим у меня по заявке выгрузка сегодня поэтому как бы сильная это мы ничего не нарушить все прибыли и там сейчас посмотрим что у нас получилось получилось у нас пять тысяч восемьсот восемьсот восемьдесят пять километров расход вышел тридцать один из тема ведь и за эти 120 километров подняла спалили мы с москвы 1867 литров все три градуса тепла за партнер сейчас переодеваемся динош кофе переодеваемся пойдем все ремешки по развязываем короче готовимся к выгрузке когда позвали мы заехали и разгрузились что друзья все видите все у нас тут в ажуре единственное что сейчас покажу удивительно одна наша железа к поехала но почему-то поехала не вперед а назад где-то на какой-то горке вот видите она вот сюда вылезла они здесь не связаны ничего это их не увязка вот это вот полная туфта что это не упаковано пачку было они просто так его загрузили эти то вот они увязаны пачки ну хоть как-то вот вязка а это просто накидали и все потом еще одну вот эту вообще припаяли сбоку но все хорошо вот это крайне ремень только порвало но он и так весь такой вот дырка он там порвало так что он и так пол ремня выглядим что ничего страшного будем развязываться и ждать когда что все таки разгрузят так все отлично все доехала а все ремни плотничком все красиво ну и слава богу эти вот вот две штуки выехали вот борт потерли немножко даже увидите стружка интересно чё не выехали именно назад я все понял бы вперед но назад тянут такие подъемы были же зверски короче сбил я киринск отсюда 215 километров мне в ту сторону и киринск до киринска и там еще 40 за киринск примерно 40 короче отсюда 250 километров остается боюсь что я туда не доеду да и вряд ли меня шеф туда грузится отправит а своим ходом отсюда ну может какие-то автобусики маршрутки ходят а где машина оставлять я шею тут не кин в общем но не получится я боюсь что и так не получится она по времени его никогда свободного нет может быть когда-нибудь звезды сойдутся но пока не сходится это минимум неделя надо минимум все равно пока туда доберешься там ну не то что ты пришел по по улицам прошелся и ушел вот там пару дней назад в общем неделя на это все нужно короче мне сказали что у меня дед только к обеду буду выгружать три машинки передо мной на погрузку я так все понял что они здесь у них здесь склады здесь просто как склад территории используют а потом они уже все что нужно сюда свозят а потом все что нужно отгружают и уже на какую-то стройку куда-то уже на более проходимых транспортных средствах вывозят сейчас бочину будем открывать ремни развязать верхней уже снял развяжемся будем ждать пол одиннадцатого всем уже полностью готовы все разобрана все ремни сняты все развешено он первый загрузился что на выезде стал кабину поднял их три зашло овечки потом еще такая же скамейка прибежала этот мужик ко мне подходил который здесь руководит парадом сегодня точно время не уточнил думаю что не раньше чем после обеда что там парня полез под кабину да вот достается этим машинкам да вот они сюда пришли и и все и только поэтому по бездорожью бедолаги судьба у них такая но иномарки таких уж и мазы камазы тут тут очень мало практически не встречаешь скани у дровосеки посмотрите скани и мерседесы тут тут уже и веки скани то есть иномарки все равно покупает а денег ремонтируют если что такой вопрос интересный брат гоняют на ремонт сломается что-нибудь сервис то сами делают может быть ну ждем когда дадут отмашку по волокли парни куда-то а сейчас я у него спрошу про киринск дружище 1 киринск я вообще на своей проеду или не значит не ездишь туда а дальше вы не ездили понятно спасибо красноярова красноярова где-то я не знаю он говорит они туда не ездят вот они куда-то настройку куда-то цегают где-то что-то устроится вот они поволокли эти кольца там 3 уже стоит уж загруженный третья стоит еще скамеечка вот больше никого не было может им из корта заедем давайте парни удачки вам еще полдвенадцатого в зале давайте алексей николаевич заезжайте и вы пока стеклышки помыли отчет написали проект верно не прям туда я говорю ехать то куда ехать то куда Ехать туда? Ага. Куда сверните? Ну, направо сюда, да? Да, вот скажу, наверное, так брат стоит. Скажите фамилию. Жуковский. А? Жуковский. Алексей Николаевич. Блин, стекло не высохло. Вот я сейчас опустила. А мне вот под этот кран Вот это железо тут вот лежит. Кто-то уже еще прилазил. Сейчас решат. Блин, надо это салфетками потом протереть будет, подсохнет. Вот получается вот. Сюда, да? А, вот туда, да? Ну, вон. Мне вот туда выгружаться. Да, конечно, заездик здесь еще тот. Как бы чего не оторвать здесь самое главное. Салфетки. Но я уже встал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Куда-то верно Давай верну Выводи 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 Нет еще Подождите Подождите Еще Выводи 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 Стропы без резинок Чтобы они не порезали Не лопнули стропы Главное чтобы он успел вывезти Остальное уже горянным огнем Что за видео отчет Ну а строп это хрен его знает А вдруг сейчас вниз рухнет Ну а остальные уже нормально Назад Назад должен выйти пустой Видите все Сразу утонула машина Только-только зашел Сюда Тут чуть не укатано ничего Вес это хрена И все и она тут же утонула Назад пустая то выйдет Да Да Задом я б сюда не затолкал Однозначно Нормально До обеда выгрузят Один Сигнал GPS Что пробуем выезжать Я думаю назад она должна выйти Если не останавливаться А чтобы к нему не был Сголеваться Нет Нет Убиваться Вдавая Франция У pros Субтитры создавал DimaTorzok Все, выехали, ждем бумаги Сейчас эту надо хранить, крутить Пока переодетые в грязные, отблю зальем Пару канистр войдет Трос затянуть Ну и все Дождаться бумаги и будем рапортовать Что мы отстрелялись Субтитры создавал DimaTorzok Двести шестьдесят три Это до Алымовки До моей деревни Отсюда Двести шестьдесят три километра Рисует, что дорога есть даже Вот Алексеевск Сюда меня В этот Как его В лагерь школьный отправляли Которого мы сбежали Потом на берегу реки нас поймали Собираюсь отсюда пешком идти Вот В Алымовку Ну да, вот желтеньким Нарисована дорога Салтыкова эта деревня Вот сюда я знаю, что я из Вот Поворот Поворот реки Здесь залив Вот здесь Вот в этом месте Пусть я на рыбалку ездил Велосипеде с деревни Да Может возьмем оттуда загрузку Ахахахаха 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 Купции маршрута Отменить маршрут Ждем Сказали это Ну печати не сходится Чего я тарабоню стою Печать на накладной не сходится Получается у нас там какая-то питерская контора Здесь бвх, небель Ну база временного хранения Вот этот вопрос пока уточняется Такие вопросы надо сразу озвучивать Потому что Могут не оплатить потом перевозку Так что ждем Сейчас наверное кое-то тут Обед себе замутим Ну и будем ждать Отмашки Куда ехать Ну я думаю что 95% Даже наверное 99% Что скорее всего поедем обратно В Усть-Кут И туда наверное в Братск Или В Устилимск может Не знаю В прошлый раз когда тут Миша был Там с Северо-Байкальска были Хорошие погрузки С 200 километров до него Я бы ломанул сейчас Сегодня бы выехал Завтра к обеду приехал Да и к утру приехал Вот тихоньку Загрузились бы с Северо-Байкальски На берегу Байкала В самом Севере побывали Можно было бы зайти даже Вряд ли Все тогда не рискнул Отправлять Возвратнее Это вот месяц назад было Короче ждем Команды Будем сейчас Чаек Поставим туда-сюда Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...